Кто к нам пришел, это вооруженные силы России и отдельно кадыровцы. Поэтому я очень заинтересовался изучением этих чертов. И понял, что они работают как загранотряды. Получается, когда войска прошли или ракеты ударили, появились кадыровцы, сняли себе тикток. Зашли в пустую часть, взяли один броневичок, ездят. И один и тот же бородатый черт снимает кадырову на телефон видосики. Очень много мародерят, очень много забирают у людей имущество. Убивают мужчин, бывает ситуация, когда мужчины дают отпор. Они не идут в передовых линиях, потому что они не умеют воевать. Если задуматься, то у кадыровцев нет ни одного летчика. У них нет ни одного артиллериста. У них нет тяжелой техники, ни танкистов, ничего. Это чисто такие, как у нас, тетушки называют, спортсмены. Понабирали, одели, бороды отпустили. Все завели в аккаунты в тикток. И Ахмад Сила, все. Больше ничего не происходит. Поэтому их боится только Москва, потому что они там держат их в страхе. И заставляют извиняться 15-летних мальчишек-тиктокеров, которые где-то предъявят какому-то кадырову или какому-то там депутату. Или какого-то губернатора, который обидит чеченца. Вот. Поэтому я хочу развеять этот миф. Вот. Никакие они там не страшные головорезы. Кадыров ходит в женской обуви. Живет во дворце и снимает видеоролики, дом и все. Его люди никаких, никакого участия в боевых действиях не принимают. Вот. Это чистые, такие бородатые мусора. Ходят там, какой-то режим настроили и все. Я понимаю, если бы приехали, как когда-то Джохар Дудаев, да, был, летчик, генерал первокласса. Он был умнейший человек. А эти тут просто тупые ослоебы. Приехали с автоматами, шеи накачаны. Все. Аллаху Акбар. Поэтому обращаюсь к нашим людям. Нехер их вообще бояться. Записывайте видео. Пишите им там в их телеграм-каналы. Это чистые ослоебы тиктокеры. И они такими останутся. Потому что Кадыров это позор чеченского народа, да. И позор всех мусульман. Чувак просто пришел в страну без какой-либо цели убивать гражданское население. А как он рассказывает у себя, что охотится на каких-то бандеровцев. Мы уже посмотрели, как они работают. Заходят пустые части, забирают автоматы. И говорят, вот мы взяли танковую часть. Танковая часть воюет по всем фронтам. Наши ребята убивают русню. А они просто ходят. А они просто ходят.